Вот когда валяешься в позе на Райана, и думаешь об этом в знаке Z, в продолжении всего. Но правда, я сама его использовала, как один из жестов для того, чтобы переключить мысли. Потому что к нему привязана ассоциация, исходящая из фильма «Чародеи», очень известного. Может быть, там отменяли, ориентируясь, основываясь на фильме «Знак Зора», который я не смотрела. И, может быть, поэтому там использовали этот знак чисто по примеру того фильма. Но я его почерпнула из «Чародеев», и если мне какая-то мысль доставала, и нужно было переключиться, руки могли делать этот жест или какие-то другие, или щелчок, или что-то еще. Это типичная переключалочка для мозга. Не знаю, чтобы нейросвязи в голове перестроить и отвлечься. Заземлиться, в конце концов. Чтобы тело почувствовало тело, а не только мозговую зауну. И вот это работает как отвлечение внимания. Удивительно просто, если принять за мысль, от которой отталкиваются, что отдельный наблюдатель влияет на наблюдаемое, то в конце концов не хотят ли вот эти все товарищи с «Зетами», да? И откуда они его вообще взяли, тоже этот «Зет», это удивительно. Но говорят, это фашистский термин какой-то, с этими танчиками своими. А сказать, что, ну уж если у них все их дела совпадают прям параллелизмом жестким с моей жизнью, не хотят ли они сказать, что все, что было сделано, все, что произошло в моей жизни за 8 лет, это было зря. Нет, ребят, это не было зря. Дело в том, что все, что произошло с 2014 по 2022 год, и даже происходит сейчас, до сих пор, является абсолютной проекцией еще одной жертвой. И эта абсолютная проекция, она проецируется в очень локальном размере. То есть это какая-нибудь миллиардная или секстиллярная часть той самой Голгофы, но она реальна. И все эти три узловых события, которые происходили, можно сказать, в 14-м, потом в 18-м, а до этого еще в промежутке, они, ну, может быть, наверное, все-таки в 14-м, 17-м, потом в 21-м, или в 20-м, или в 20-м? Скорее всего, просто эти даты, это 14-й-16, условно, да, потом 17-й-19-й, причем 18-й это особый Уилл. И вообще год разрушений 20-й, 22-й, ну, это может быть вот узлы трех важных событий, которые повторяют с собой пустынные искушения, вот эти вот, или искушения Мары, или искушения сатаны. И происходит такая вещь интересная, что ты дуален, ты с одной стороны как бы говоришь эго окей, а с другой стороны ты трикстер, ты понимаешь, что ты нагнешь это эго, и свое, и чужое в итоге. И ты идешь на такую игру, потому что у тебя сейчас самый расцвет, когда расцветает, развивается нахата чакра, это твой сердечный центр, и ты дерзаешь, это прекрасное время. Это время, когда ты наиболее можешь быть героем. Это нормально так по фазам развития по природе, так. У человека вообще в природе то же самое, если мы допускаем подобие и влияние малых возмущений в одной точке на очень большое пространство, то простите, что мне нужно отменить свое золотое время, я не знаю, свои моменты, связанные с подвигом, с преодолением. Зачем? Неужели я поставлю зад на это, никогда? Это прекраснейшее время, когда мне возможно было почувствовать себя дерзающим деятелем, потому что это реально важно, потому что я ничего не знаю, я иду, чтобы знать, я не Бога-Матери, я не Христос, чтобы знать все сразу. Это у них знание дается свыше. Они божественные оба. Не надо мне говорить никакой чуши другой, они оба божественные личности. Люди это знают, которые занимаются живой практикой и верят по-живому. Им ничего не надо говорить, никакие догмы не нужны. И неужели я буду отказываться от вещей, которые просто, про которые мне сказали люди, достаточно понимающие, что происходит, это уже все сделать, и больше ничего делать не надо. Все уже будет. и будут те вещи, которые просто не нравятся красным звездам и всякой кремлевской мути. Конечно, их не будет. идей, идей всех этих сумасбродов из кремлев. Их самих не будет. просто потому, что вот так происходило и в моей жизни, и в других жизнях. Но это было сформировано подсознанием, интуицией, которая связана с землей. С землей, с самой землей. С миром. А дело в том, что когда у меня это происходило, это происходило потому, что были попытки преодолеть страх и кричать этому миру «Да что ж ты делаешь?» Этому населению внутри «Да что ж вы творите?» Причем населению, которое женоненавистно сексистской, все это время, все эти 8 лет крики были об этом. Причем даже событиями в моей жизни. Очень плачевными событиями, очень травмирующими событиями. Именно об этом. Именно. Что же вы творите изверги? вы так можете? Человек подставляет себя под удар, потому что по-другому показать не может. Это маленькая голововая так она и называется. И этот трикстерский ход любящего сердца, потому что сердце знает, куда ведет. Сердце слушает интуицию, а интуиция знает все. Это всевидящая око. Нормальная око, сувороновская. И поэтому все было сделано правильно, тут нечего отменять. Есть от чего очиститься. Ты делаешь что-то, ты работаешь по активному каналу солнечному. Он называется Пингла. С помощью канала лунного Иды ты познаешь. И тут есть от чего очиститься, да. Простите, но на Райана тоже про... Я так сравниваю, да, просто по фильму про Радху Кришну, например, проходит эскезу, чтобы очиститься от дел, которым приходилось совершать ради поиска пути наилучшего, чтобы и закон не нарушить, гармонию восстановить, баланс восстановить. Извините, а Христос что делал? Он прямым текстом взял на себя обвинение. То есть фактически по своей физике он был виноват. Реально. Но он это сделал с помощью какой-нибудь экстрасенсорики, тантры, еще чего-нибудь. Мы же не смотрим на технологии, мы же не читаем это, а нужно. И интересно это тоже другое, что люди, которые помешаны на Каббале и на Сигилах, они не читали некоторых других вещей, в которых написано, что эти же символы являются знаками рождения Вишны, вернее Брахма из Пупа Вишну. И штука в том, что ты сам решаешь, кто у тебя родится в лотосе. И сколько бы мне не советовали этих символов, и сколько бы меня с помощью них не пытались вести, в том числе в тех ситуациях, в конце концов решает твоя воля творческая. у тебя есть все, у тебя есть эта пустота и этот хаос. Я заменю сейчас понятие формы и содержания или идеи и силы, то есть Шива и Шакти, на очень радикальный, на пустоту и хаос. потому что форма пуста, как говорится в буддизме, а Шакти хаотична, пока ее не облекут форму, а форму создаешь ты. И импульс и мощность течения твоего потока жизненного Шакти, да, ты создаешь тоже то есть ты придумываешь формулы и ты придумываешь интенсивность. Все. Я скажу сейчас ты на Райана, ты христос и что? Ну, как бы он этого и хочет. Тот, называют этими именами. Вот. Но при этом в разумных пределах хочет. Поэтому господа останками не понимают, что они отменяют. Но они не отменят никогда жертвы, вселенской жертвы. И секстилярные доли этой жертвы они тоже не отменят. Люди, которые знают опять же, что и как, они говорили, что могут быть записаны намерения предков на конкретном человеке, сила предков. Я не скажу да, ни то, ни другой стороне. Ну, потому что они оба хотят эго. А здесь не то. Жертвы приносятся не ради эго, ради истины. Что из истины мы узнаем позже. я сама смотрю это кино. Я не знаю, что моё подсознание делает и как оно мне потом это объясняет. Она сначала делает, потом объясняет, потом уже я могу это другим объяснить. И может быть, даже показать смогу. Вот такая интересная штука подсознания. Так что тут меня ведут богиня-мать природа интуиция. То есть если говорить о том, что вот какие моменты, да, когда сердце тебя испытывает и ты сам испытываешь мир, ты становишься там типа как вишна, да, вот в этих всех терминах, да, немножко может быть мистических, то в моём случае, как вот я помню все эти годы, да, это были дерзкие такие вот толчки от интуиции кричать миру через собственное страдание о том, что же вы творите. И поэтому сейчас, если всё-таки это коррелирует, да, жизнь одного человека с жизнью целой земли, то простите сейчас, поэтому все, весь мир кричит уже этой рашке, что что же ты делаешь, да что же ты делаешь уже, посмотри уже, как ты можешь так делать, всему нашему варварскому народу кричит, вернее, этому вот прежде всего тем, кто им рулит, прежде всего тем, кто ради лжеоборонки своей подставляет всех, всем этим лжеобразовательным учреждениям, которые только деньги научились добывать и удобство делать. Удобство делают они тем, кто работает на их выгоду и не больше. Ничего хорошего для мира не делают и для образования тоже. И проблема в том, что вот они всех учёных, которые следующие витки науки изучали, они их сажают или уничтожают. Женщины они уничтожают. Информацию замалчивают. И это вопрос в том, что весь мир кричит уже рашки. Только Индия дружит с рашкой. Простите, мне это смешно, потому что, опять же, можно было бы протипировать здесь таким образом, что это страна, находящаяся под зодиаком рака, а у нас, простите, водолей. А водолей это фатальность и смерть для рака. То есть, это восьмой дом, и Индия просто в итоге ничего не получит. Ничего. Она просто используется сейчас. Как просто бедная страна. Реально попавшая, бедная в смысле попавшая в капкан. Потому что я помню это вот просто я не знаю насколько высокомернейшее заявление Рашки на своих лжесалонах максовских, что «Ах, вы хотите павлинов?» Знаешь, как удар мой огород камень. Что, типа, как будто они смотрели спецслужбы, что я павлинов люблю. Ну, типа, не то, что я люблю их, а вот там фильмы смотрю, где они используются как символика, там, в Персии, в Индии, да. И вот вам, пожалуйста, индийские павлины прилетят, у нас есть всё. Да пошли вы, у вас есть всё, у вас нету ничего, у вас возложения прав, нет, закона нет. Пошли вы просто в ад и горите вы в нём. Вместе с вашими кремлями совсем, вместе со всем вообще. Вместе с вашим бизнесом, вместе с вашей оборонкой, вместе со всем, что у вас есть. А народ освободите от себя, пожалуйста. Это «пожалуйста», она на самом деле не такая уж безобидная. И всё это время, когда я делала что-то, какие-то вещи совершала. Да, может быть, я была на шаге, на шаг вот, ну, на миллиметр от того, чтобы нарушить эту вот волю, да, высшую. но я всегда-всегда говорила, слушай, ты, ты, вот я вот возлюбленная, да, вот возлюбленный ищет Адек, в частности, ну, ну, Христос, да, ты здесь. Я делаю это? Проследи, пожалуйста. Я делаю то, что не нужно делать. Я делаю, может быть, так не нужно делать, или сначала я не понимала, что я делаю вообще. Интуиция сама вела меня, и происходили какие-то вещи, то есть очень сильные вещи у меня, которые потрясали всю мою внутреннюю вселенную, да, то есть это травма, это что-то ещё, это риск. А потом я уже начала понимать. Я говорю, я делаю, да, я понимаю, у меня нет другого выхода, я хочу помочь истине. Проследи, пожалуйста. То есть я обращаюсь к чему-то, к какой-то там, не знаю, песни, к чему-то, к тому, чего церковь не одобрит, но я знаю, что Личность может проследить за этим, проконтролировать. Это доверие. Это вот просто полностью доверие. Ты любишь, ты доверяешь. Всё. Вот так оно работает. Так работает человеческая психология. Неважно, верим вы в этих Личностей Божественных или нет. Ты должен быть предан чему-то. Хотя бы на сколько-то. А вот это на сколько-то оно должно разворачиваться сейчас. Поэтому в моём случае да никогда не мог бы получить. А то вот эти вот, которые мне присылали свои лжеотводы преступников от суда. Ну, преступник один, а они и преступники тоже, поэтому я называю их во множественном числе. И они присылали их под номерами с тремя шестёрками. И то, что мне Рашка паспорт трех шестёрок, блин, написала, налепила, я же понимаю, я же понимаю, что они считают всех, кто за истину антихриста. Потому что у нас изначально те, кто в совок играл и кто решил сделать СССР 2.0, они начали использовать церковь в своих целях, меняя её под себя и портя её этим. то есть делая псевдо-церковь. И поэтому они стали пользоваться символами церковными, то есть в том числе числом зверя, чтобы отвести внимание людей, понимаете, чтобы показать, что, мол, они на самом деле поддерживают церковь. Смотрите, они поддерживают народность, они поддерживают веру, они поддерживают там вот эти все идеи, а то, что они на самом деле паразитируют на энергиях верующих со своими кремлёвскими, с этими, простите, сатана ритуалами и со всем остальным. Но я как мистик могу понять, что там происходит, уже много читая и хотя бы что-то испытывая на собственном опыте. Вот. Хотя только начинающий, например, да? Это другой вопрос, то есть они просто берут символику Библии и прикрываются ею, как в своё время инквизиция прикрывалась, иезуиты, творя то, что на самом деле противно церкви. Я уж не знаю, вместе они это с масонами Запада делают, скорее всего, да, потому что и социализм пришёл от них. И зекураты строят везде именно социалисты изначально, в том числе вот эти мавзолеи в Москве, в Нью-Йорке, в Лондоне, где угодно. Поэтому, простите, здесь понятно, что те, кто налепили у меня шестёрки в паспорт, это чуваки из ФСБ, из правительства, из нахрен вот этих вот реально кремлёв, которые пытаются доказать миру окружающему, что я лол-враг, и поэтому меня люди суверные, не брали на работу и всё такое. Поэтому я сейчас не буду оформлять паспорт. Я не буду его оформлять, Рашка, иди нахуй, просто иди нахуй. Просто реально, иди туда, иди в Тартар-Рыбаткс, это не в гости. Иди, иди туда, всё. Мамочка тебя посылает. Да-да-да. Скажи, не прикрываясь уже. Вообще, каждая женщина по ведам опять же, это воплощение богини, простите, Лакшми. Так что, блин, я тут не ошибаюсь, раз уж у меня природа женская. А может быть, дерзость и женская, и мужская, скажем так. То есть, путь таков. Просто путь нормального существа, который объединяет в себе обе природы, и пытается это ещё более гармонично объединить. И поэтому Рашка идёт нахуй. Вместе со своими всеми вот этими вот лгунами, которые сидят там у вас наверху. в садомах ваших, в лапках ваших. Вот так вот. И на самом-то деле ни хрена из меня не получится того самого антихриста, как думает Рашка. потому что именно я остаюсь тем преданным, который реально понимает, что такое. На своей шкуре уже понимает, что такое христианство. И что такое христианство, как именно потомок Овеста и Вет. Реальные истины, а не вот это вовсе, блин, бубнопляса. Со славом, иудаизмом, и со всем остальным. С шаманизмом, с каким-нибудь. С протестантизмом, со всем остальным. С кабалой, блин. Нет. Вот это сюда нам не надо. Буддизм еще ладно, бывает. Какими-то частями буддизма моментами можно. С своими благородными истинными изречениями, да, но не вот этими буддизмом типа Бон. Короче говоря, я уже давно поняла и, в общем-то, в принципе, не без мистического опыта и не без анализа. Че тут где? И с кем? Поэтому нет, Рашка, и я строй мне очень жаль, а у вас ничего не выйдет. Не потому, что я что-то сделаю, ни хрена. Я даже не тот сосуд, через который это делается. Я просто индикатор, по которому можно читать. Вселенная все делает сама, и слава тебе, Господи. Если Божественный Отец и Мать все будут делать сами без нас, какое это счастье. И природа все будет делать сама. Просто офигенно. очешуянно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.